В Омской области охотник пристрелил редкого лебедя для разминки, а в Краснодарском крае отдыхающих на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Обзор региональных новостей о дни Ру в Омской области задержали браконьера, который застрелил лебедя шипуна. Сообщается, что мужчина охотился на диких уток, но сначала решил проверить свою меткость на пролетавшем мимо лебедя. Тушку животного обнаружил районный охотинспектор, после чего стрелка задержали по горячим следам. Лебедь шипун занесен в Красную книгу Омской области и охота на него запрещена, передает Ньюис. Теперь браконьеру грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или арест на 6 месяцев. В Нижегородской области погиб мужчина, утонувший в собственном автомобиле. 30-летний местный житель сидел в военномарке на берегу реки, однако забыл поставить машину наручный тормоз. Автомобиль покатился по склону и съехал в водоем, после чего мгновенно пошел ко дну. Шансов на спасение у мужчины не было, сообщает Ньюн. В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли двух парней, которых унесло на матрасе в открытое море. После сообщения о происшествии незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. На следующий день сотрудники авиационной группы из Сочи сообщили, что мужчин нашли и подняли на борт вертолета. Спасенных парней осмотрели медработники, пишет Ростов газета. Пострадавшие заработали только солнечные ожоги. В набережных Челнах осудили двух мужчин, которые пытали иностранца госдодером и углями. Сообщается, что злоумышленники выбивали у гражданина туркмениста на долг. Инцидент произошел, когда молодые люди назначили приезжему встречу, чтобы обсудить финансовые вопросы. На месте злоумышленники затолкнули иностранца в свой автомобиль и отвезли в кальянную, где избивали похищенного всю ночь. В ходе пыток его прижигали углями и насиловали гвоздоудером. Утром потерпевшему удалось сбежать, передает инказан. По факту случившегося городской суд признал злоумышленников виновными. По статье «Самоуправство» в одном из кафе Тюмени произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз спырнул обидчика ножом. Разногласия между двумя посетителями спровоцировали драку, после которой один из участников отправился домой за ножом. После возвращения в кафе он нанес обидчику несколько ножевых ранений. Врачи оценивают полученные повреждения как тяжкий вред здоровью, сообщает наш город. Агрессивный теменец может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и устроил ДТП. Молодой человек похитил авто с территории базы, которую охранял его отец. Сообщается, что 11-ти классник, отпросившись у родителей погулять, решил выпить с друзьями. Около двух часов ночи он направился на базу, где увидел припаркованный грузовик. Молодому человеку пришла идея покататься на нем по городу. Он открыл незапертую водительскую дверь, взял на сиденье ключи и уехал с территории базы, которую охранял его отец. Школьник проехал по улицам города и решил развернуться у железнодорожного вокзала, однако не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В ходе судебного заседания владелец автомобиля заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ввиду примирения с ним, пишет Удоминфо. Житель Новоуральска выпал из окна, пытаясь спасти своего домашнего питомца. Мужчина погиб ради своей любимицы – кошки. Сообщается, что хозяин животного увидел, что питомец вышел на подоконник, а затем спустился на карниз дома. Кошка не имела возможности вернуться домой без посторонней помощи. Хозяин хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила моментально в результате полученных травм. По факту гибели мужчины 1991 года рождения проводится доследственная проверка, передает Теджилл Сити. В Волгоградской области полицейские сожгли два поля с коноплей. Несколько очагов произрастания наркосодержащего растения уничтожили с помощью горючей жидкости и огня. Посадку дикой конопли полицейским помог обнаружить местный фермер. Вместе с сотрудниками администрации представители правоохранительных органов отправились в окрестности хутора Большой, где сожгли крупную делянку запрещенного растения, пишет новости Волгограда. В Башкирии десятилетний мальчик сорвался в реку Старзанки и пропал без вести. Днем 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ребенок упал в водоем и его унесло течением. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает МИКСЁТ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски ребенка. В Башкирии очередной бытовой конфликт закончился поножавщиной. По версии следствия, 28 мая после совместного распития спиртных напитков жителей Кигинского района затеяли СОРУ, в ходе которой женщина ударила супруга ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, пишет Тадзи Ньюсуфа. Продолжение следует...